Всем привет дорогие друзья! Вы на канале ProNFT Games. Разработчики проекта Mobox в последнем обновлении метавселенной сделали несколько важных изменений, благодаря чему крафт материалов стал более доступным. В этом видео я покажу расчеты, сколько можно заработать на крафте, какие комиссии и цены на ресурсы выгодны, а какие нет. Ну что, готовы? Тогда ставьте лайк авансом, а я начинаю! Субтитры сделал DimaTorzok Подробно есть. Ну и собственно говоря, нажимаем кнопочку крафт и попадаем мы вот в такое окошко, где эти материалы можно крафтить. Всего у нас получается одна очередь, которую мы можем крафтить самостоятельно и 10 дополнительных, которые мы можем брать крафт, назовем вот так, в аренду. Вот, собственно говоря, выбираете, ну например, вот смотрим, что у нас есть. Вот этих вот выбираем, тут вот видите, много кто предлагает в аренду, вот и здесь смотрим внимание на комиссию. Вот здесь вот, например, этот человек просит 5% комиссии и плюс 5% забирает система свою комиссию. То есть 5% это очень мало, следующий видите, уже 90% просит и так далее, и так далее. Вот эти ребятки нам все предлагают, но они сейчас все заняты. Вот видите, горит сереньким, занято. Когда он освободится, будет гореть желтеньким. Вот, ну ищем, например, который желтенький, если у вас своих ресурсов, допустим, пока нет, чтобы крафтить или там у вас нет мастера левела и так далее, и так далее. То есть вот ищем, вот здесь они желтенькие иногда появляются. То есть вот почему недавно обновление вышло, то есть раньше максимально комиссию можно было ставить 100% для крафта. То есть когда ты предлагаешь свои услуги, максимально можно было 100%. Ну это было, скажем так, когда-то выгодно, когда-то невыгодно и многие просто не предлагали свои услуги аренды. А сами ли, сами крафтили, да, свои материалы. А сейчас расширили этот диапазон, по-моему, до 500% теперь можно ставить комиссию. И многие, многие, у кого мастер левел поднят, поднят, теперь предлагают свои услуги. Теперь, ну, например, раньше я вообще не мог попасть в очередь, там, кому-то в аренду, потому что только она освобождалась, сразу разбирали. А сейчас я вот уже 3 или 4 раза подряд набирал по полной. То есть просто надо ловить вот так вот, почаще заходить. Вот видите, ну или вот видите, вот у этого 10 минут осталось, его можно подождать, он там закончит, вот у этого 10 минут и станет желтеньким, собственно говоря, и скрафтить, да. Давайте еще одного посмотрим, может быть, чтобы я вам уже показал. Ну, а вот они, да, вот видите, вот 95% супер вообще, хорошее предложение, у меня просто вся очередь занята. Я бы взял 95% это очень много, сейчас, точнее, очень хорошо. Сейчас, попозже я вам расскажу, почему и как. Итак, то есть как в аренду брать, я вам показал. Как крафтить самостоятельно. Для этого начинайте с обычных материалов, да, их крафтите. Но вам, чтобы начать там, допустим, крафтить, надо сначала будет за боксы. То есть 400 боксов потратить, то есть вот 400 опыта набрать, короче говоря. И тогда вы сможете там на первый уровень подняться, на второй. Ну, в общем, ребят, смотрите, в прошлом видео я подробно все рассказывал, как начинать, как что, как поднимать мастер-левел и так далее. Вот, сейчас давайте по делу к теме видео окупаемости. Итак, как в аренду брать и то, что она стала легко доступна, это мы поняли. Давайте, шаг второй. Вот такую вот табличку я сделал, ребят, с вами ей обязательно поделюсь. Будет ссылочка в описании. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь. И сейчас я вам покажу и расскажу, как, собственно, ей пользоваться. Потому что очень много было вопросов насчет окупаемости мастер-левел, насчет окупаемости крафта. И сейчас как раз на эти все вопросы мы будем отвечать. Итак, смотрите, табличка, как ею пользоваться. Вот здесь вот у нас материалы по редкости. Всего их у нас 4 редкости. Вот здесь вот ресурсы, сколько нужно скрафтить на один материал. То есть я их не делю на типы, там, там, руда, еще что-то. Все, просто вот, допустим, серый 10 материалов любого типа. Как бы немножко цену я усредняю, чтобы проще было посчитать. И так далее. Зеленый сразу 14, то есть 7, допустим, там, руды 7, там, еще перьев, да. Там, в итоге 14. Неважно, какие материалы мы крафтим. В принципе, таблица для всех подходит. То есть вот в этой части понятно, да. Здесь, смотрите, ставим мы ренд. Сколько с нас берет арендодатель, да. Допустим, можем поставить 100%. Только здесь добавляйте еще 5% фи, да. То есть, если вы видите 100%, ну, или планируете вот там по 95, как мы только что видели, плюс 5, ставите 100. Но сейчас в основном, вот я, чтобы быстро набирать, допустим, чтобы там не выискивать, я вот все брал 119, плюс 5% комиссия, поэтому 124%, то есть вот без проблем. Я уже второй день набираю эти аренду, да. То есть быстренько зашел, набрал, набрал. Вот если 95, вообще супер выгодно. Сейчас посмотрите, как это все считается. Итак, вот здесь цену на ресурс вводим, да. Я писал, взял на вчерашний день, где-то 0,09 бокса. Один ресурс стоит. Там они чуть-чуть по-разному, чуть-чуть, конечно. Там где-то 0,87, какой-то 0,86, там 0,91. Но я вот усреднил, считаю, что все по 0,9. Все. Вот здесь нам считают фи, это сколько с нас в боксах по цене за ресурс возьмет наш арендодатель. Дальше себестоимость. Здесь стоимость выкупа вводим, да. То есть если сдавать леви, то цены вот такие фиксированы. Если сейчас продавать по рынку, то чуть-чуть получается дешевле, но зато сразу там, смотрите. Ну я взял вот фиксированные цены, по которыми там раз в сутки можно сдавать леви, он будет забирать, да. Вот эта колоночка, что значит? Смотрите, окуп, окупаемость на крафт. То есть это нам значит, чтобы нам наша окупаемость была, нам надо за один крафт минимум получать 8,4 серых материала, да. Зеленых, вот вы видите, уже 5,9, синих 5,6 и редких вот 5,0 материалов, да. То есть чем реже материал, тем меньше его нам нужно на один крафт, чтобы был выйти в плюс. Вот дальше, вот в этой части таблички, вот уже все по уровням расписано, да. Первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень. Вот мы смотрим, да, что, например, на всех уровнях серый материал, в принципе, по таким ценам и по такой комиссии не выгодно продавать. Но его, собственно, в аренду арендодателей не предлагают. Предлагают в основном зеленый, да. То есть серый, по-моему, даже и не возьмешь, если захочешь в аренду. Поэтому мы рассматриваем зеленый. Смотрите, зеленый нам открывается на первом уровне. И, как мы видим, чтобы нам выходить в плюс, нам минимум с одного крафта нужно получать. Точнее, мы будем получать. Это я взял статистику, вот видите, по цифрам и рассчитал, сколько мы получаем в среднем с одного крафта. То есть на дистанции, понятное дело. То есть я вам сейчас покажу свои данные, да. Но мы понимаем, что на дистанции, да, допустим, если вы будете нам 100, 200, там, 1000 крафтов делать, то вот на втором, на первом уровне нам в среднем будет выходить по 6 материалов за один крафт. На втором уровне уже по 6,25, ну и так далее. Третий, четвертый, вот на пятом по 6,75 материала за один крафт. То же самое с синим, да, вот он открывается на третьем уровне. И с одного крафта нам в среднем будет попадаться по 5,75 материала. Я тут взял средние цифры, но я их проверил на статистике. И в принципе, в принципе, ну плюс-минус там 10% расчеты верные, да. Вот, например, я за сутки последний сделал 40 крафтов. Все посчитал, сколько у меня вышло и так далее, и так далее. Вот у меня получилось 6,2 крафта, точнее 6,2 материала за один крафт, да. На первом уровне. Ну вот моя статистика, мой прогноз говорит 6, у меня даже вышло немножко чуть-чуть больше. То есть иногда больше, иногда меньше, но в среднем, ребят, рассчитывайте на 6. То есть вот понятно, да, с этой частью как работать. Вот эту часть сюда записываете вы все свои крафты, да. Я вот прям беру там, хорошо сейчас история есть, доступная. И записывайте, вот сколько у вас, 2, допустим. Ну тут все уже по формулам автоматически. Вам нужно только вставить сюда, сколько вы процентов отдаете комиссию. И сколько вы берете крафта, допустим, 1, 2, ну больше 2 нельзя взять, да. Ну и все, и собственно говоря, вот она все автоматически на ресурсы посчитает вам, сколько себестоимость и так далее. И потом в итоге вы просто напишите вот в эту колоночку, да, вот в эту колоночку, сколько вам было выхлопа. То есть сколько вы получили с этого крафта. Видите, у меня 13, 8, 6, 7 было там, 26 даже было, 31 хорошо попадалось, да, и так далее. Все, остальное все в принципе формулы здесь сами посчитают. Кто разбираетесь, можете подкорректировать под себя как угодно. И сюда еще раз повторюсь, вводите вашу стоимость арендную, да, то есть сколько вы платите арендодателю, сюда стоимость среднюю на материал, и все автоматически дальше вам будет считаться. Теперь смотрите, ребят, дальше двигаемся, да. Вот эта часть самая-самая интересная, сколько же прибыль, да. То есть вот, ну я меньше суток крафт, вот у меня 40 крафтов сделал, и в среднем у меня вышла прибыль на один крафт 0,14 бокса на один. То есть я вот сделал их всего 40 и заработал на этом 5,8 боксов, да. То есть это подходит модель даже тем, у кого нет своих там редких мамошек. Пожалуйста, можете покупать материалы на рынке, крафтить и зарабатывать вот эти вот свои боксы, да. То есть, ну я посчитал, сколько уходит на один крафт, сколько очередей, то есть если в сутки вот прям по будильнику работать, да, вот прям будильник ставить, заранее выискивать, все это дело, то можно в сутки накрафтить 57 раз, да, в 10 очередей. Ну и собственно говоря, если я так буду продолжать, то вот моя прибыль составит 8,27 боксов в сутки, что по текущему курсу где-то 5,5 долларов США. То есть вот такая вот, ребят, прибыль. Ну еще раз повторюсь, у каждого может отличаться, у кого-то может быть чуть больше, у кого-то чуть меньше, у кого-то может быть показатель, вот это будет 6. У меня, видите, 6,2, поэтому чуть-чуть прибыль побольше, у кого-то чуть поменьше. Но факт, смотрите, смотрите, да, я вам сейчас покажу магию цифр. Магию цифр, да, это при условии, что мы будем брать только по 119 процентов комиссию, да. Допустим, давайте, если мы будем брать по 100, то смотрите наша прибыль. Ага, уже по 16 долларов в сутки мы будем зарабатывать. Вы видите как? То есть, поэтому я говорю, вот те, которые 95 просят, если вы их видите, они свободны, прям берите сразу. И еще, и еще, видите, что у кого, если попадается третий уровень, ой, второй точнее, да, уровень, или третий даже, да, сразу их берите. Вот их можно там и за 119, даже за 130 процентов можно посмотреть, потому что у них шансы выше. Но, опять же таки, все работает в долгосроке. То есть, со второго уровня вы тоже можете и 6, и 5, и 4 получить за один крафт, и так далее. Вот, но в целом, если в долгосроке, то это будет немножко выгоднее, ребят. То есть, вот, ну, давайте по этому итогу подведем. Модель подходит для тех, у кого нет своих редких мамошек, у кого есть, тоже, в принципе, подходит. Берите, рассчитайте, табличку можете подогнать под свои какие-то коэффициенты, сделать свои исследования, то есть, вот, рабочая табличка, пользуйтесь, я, как бы, все формулы уже прописал. Теперь, окупаемость сдачи в аренду наших, собственно говоря, мощностей, скажем их так назовем, да. Ну, вот я здесь то же самое, вводите фи, по которой вы планируете сдавать. Ну, вот я ввел 119 процентов, вот, ну, и дальше, в принципе, оно все, все само посчитать. Ну, и цену ресурсов, да, по которым вы ресурсы вот сюда брали. Вот, и вот она все, все, все сама посчитает, да, сколько у вас там в сутки и так далее, и так далее. Вот здесь по будильнику не надо работать, поставили, ребятки сами будут все это забирать. И получается, в сутки где-то ваша прибыль составит 8,57 мобоксов в день. Итого получается 5,57 долларов США. Ну, можно это делать параллельно, я вот сейчас второй уровень добью, например, тоже буду параллельно, в свою очередь буду сдавать в аренду, а сам буду 10 набирать. Итого где-то вот можно рассчитывать по текущему курсу, по текущей цене мобокса где-то на 10-15 долларов прибыли в день. Ну, что я скажу, на медвежьем рынке, когда все упало, когда мобокс сейчас стоит мало, 10-15 долларов в день, очень и очень неплохо, да. То есть, ну, конечно, поработать надо, там будильник, вставать пораньше и так далее, там где-то что-то. Но, в целом, ребят, неплохо, я считаю. Вот, ну, на этом, наверное, все. Пожалуйста, табличка будет доступна. Пользуйтесь, не забудьте поставить лайк за мои труды, колокольчик, подписка, ну, короче говоря, все сами знаете. И в телегу обязательно тоже добавляйтесь. Всем пока, до встречи на игровых полях. Субтитры сделал DimaTorzok